Скала серая, небольшая размерами, но хорошо знакомая для всех путешественников по южному берегу Крыма. Здесь есть и крутые подъемы, и узкие тропинки, и даже следы от недавних оползней. И все это на фоне Черного моря. Согласитесь, выходит эдакая ловушка для туриста, но далеко не каждому под силом покорить эту вершину. Для многих восхождение заканчивается травмами. В таком случае на помощь невезучим любителям адреналина приходят севастопольские спасатели. Работать на высоте для них давно привычное дело. Со стропами и карабинами здесь обращаются мастерски, без лишних движений и паники. Новичков на учении практически нет. Здесь каждый до мельчайших деталей знает свое дело. Мы сейчас насягиваем тролею, по которой будут спускаться носилки с пострадавшим. Существует две точки. Одна на горе, вторая вот, пожалуйста, на дереве. Нормальные, надежные точки страховки. С вершины серой скалы открывается завораживающий вид на Черноморское побережье. Но наслаждаться пейзажами спасателям некогда. По легенде тренировки пострадавший путешествовал по горному Крыму. На одной из троп он уступился и сломал себе ногу. Спуститься самостоятельно к дороге любитель активного отдыха не смог. А особенности местности не позволяли ни подъехать автомобилю скорой помощи, ни вынести путешественника на дорогу. Для безопасной эвакуации здесь за считанные минуты создается импровизированная канатная дорога. Самого пострадавшего надежно закрепляют на спасательных носилках. Последняя задача перед началом операции – доставить пострадавшего к месту инцидента. Здесь уже нет никакой спешки, только долгий подъем наверх. Наверху пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь. Перебинтовывают раны, закрепляют сломанную ногу. Спускают носилки на специальном тросе – троллее вместе с одним из спасателей. Он следит за тем, чтобы человек не перевернулся, а также оказывает ему психологическую поддержку. Спасти человеческую жизнь получилось за несколько десятков минут. Такого результата удалось добиться благодаря регулярным тренировкам. Учебные выезды спасатели проводят раз в месяц. Места все время разные. Бывают здесь, скалы много у нас различных. Но основное – это, конечно, здесь близкие, то есть по времени занимает меньше времени. Ну и доступность, что на машине можно подъехать. А так используем, конечно, бывают более сложные места. Ну, по возможности, если есть время, если люди свободные и вызовы не загружены. Так называемый пострадавший остался доволен уровнем спасательной операции. Для него это далеко не первый опыт путешествия по троллеям в носилках. Он уже превыше частенько этим занимается. В качестве пострадавшего мы его используем, так как масса его тела приближена, ну, то есть к максимально усложненным. Поэтому используем его, стараемся. Как признаются сами спасатели, в последнее время происшествий мало. Это связано с введением режима высокой пожароопасности в лесах. Но даже в такой ситуации необходимо всегда быть на готове. Ведь небольшая оплошность или лишнее движение может стоить человеческой жизни. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Андрей Беженцев, Севин, Форумбюро.